На сегодняшний день в Беларуси 10-миллионный народ Нема неводного университета на своем мове Вы можете увидеть такое? Нема неводного университета, где выкладание велось по беларуску Можливо, там есть такая статистика 5% студентов учатся, как у них там все дисциплины были по беларуску Школы, там садки, та вогуля статистика жахливая Она с каждым годом все падает Потому что, ну, когда человек не может поступить в университет И выучиться на своем мове, то, конечно, кто там отдать детенка в школу Альбо там садок беларускомолный И это вельми великая проблема Есть такие ситуации, выпадки, когда в областных городах У нас в областные городы по 300-500 тысяч Один детенок выучится на весь город по беларуску И для этого одного детенка, там на 300-500 тысяч насельництва Ствараюць класс Як бы не было тяжко в Украине, якие б там, ну, не были конфликты с пророссийскою владу Но все ж таки, Украина 25 годов мае свой стяг Мае свой герб, мае державную мову, якую може оборонять Якую може размавлять, вучить дзятей и исти далей Беларусы немаюць ни стяга Мажлива, вы не ведаете Вот, белочервоно-белый прапор Цэстяг мы называем, так? Прапор, який тут можно зауважить на некоторых наметах И он был державным символем Беларуси Пасля обвешения незалежности с 91 по 95 год И Лукашенко, як только пришел до влады, в 94-м И он почал проводить референдум Ни в один з них не был признан международной супольностью Демократичными державами И вот тут же еще не пройшло года, як он был во владе В травне 95-го И он меняя на референдуме стяг вертаючи червоно-зеленый советский Ер погоню меняя на капусту советскую И беларускую мову робить ровную по статусе Ну, тобак русской надается статус державной Многие тогда казали, что надание российской мове Статуса державной в паровнании с беларускай Это смерть для беларускай мовы Коли поглядеть на Украину, вот я что зауважил Что, в принципе, вот эта крымская авантура Путина Крывавая резня на Донбассе Я думаю, спатриотизовала ее Многие свечения от моих сябров, які живут в Украине Спатриотизовала як украинцев Так навод и беларусов, пачиная патриотизовать И напевно один з таких яскравых прикладов, знакомитых Это Павл Шермет Вам ведомо, який трагична загинул некалеки дзен тому И вось апошня, ягонное свечення было такое В Беларуси мы его воспринимаем як певное пророче Апошня, ягонный артикул написанный на беларуском партизане И апошня интервью, дадзеное грамадскому раду Про беларускую мову Про тое, что он довгий час, я памяту, язым особисто спрочался Его была такая ирония, что вы беларускомовные пазеры Вы просто выпендриваетесь, вы тут займаете свою нишу и так далее И вось человек, праз украинский досвид в тем лику Пришел до того, что это саправды важно Размовлять своею мовою И у него была такая цитата в этом интервью громадского радия Той, кто на сегодняшний день в Беларуси Размовляя по беларуску, это герой И я думаю, это одно, кого датычно и украинцам, так и беларусам Потому что, видите, многие думают, что значно простей Взять автомат и пойти бороться в свою Украину Ну, я думаю, конечно, это складано, это самоохверно Но это в певной ступени навод простей Взять просто, залезть в окоп, видите, когда нас всех разберут Посадят в окоп, хочешь не хочешь, будешь стрелять, да? А вот размовлять, что дня на своей родной мове Ну, в Украине натурально это простей Ну, в Беларуси это что дзенны выплев Это что дня в любой державной установе тебе могут сказать Пшел вон отсюль, мы не разумеем, про что ты говоришь Коли ты попросишь беларуский бланк Ну, напевно, неводной державной установе тебе его не дадут Скажут, вот российский, заполняйся российский И добрый, коли тебе дозволите еще в российском бланке Написать беларускую мову А то они скажут, не, нам такая не треба, нам треба только русская Бо, ну, есть шмат моих сябров И некоторые русскомовные, которые воюют на Донбассе Вы видите, есть беларуские группы, которые борются Украину Возь погоня отрат Один, есть тактичная группа Беларусь И некоторые мои сябры уже загинули в тем ликую обороняющую Украину А мы лечим, что обороняющую Украину мы обороняем Беларусь так само И я им свечу, скажу, что Ну, вот мое такое меркование, можливо, нехто не згодный Что, как все патриоты размавляли на свою родной мове То, я думаю, не было б ни Крыма, ни Донбасса Коля 35, приблизно вот так, процентов выступают за одиную державность для беларуской мовы То, в принципе, это патриоты, яким просто тяжко по сродкам там советских комплексов Яких психологичных забабонов перейти народную мову Ну, вот, как пьяны, 35 это, завтра перешли на беларускую Не про який вплыв Путина в Беларуси не можно было бы разговляться Ну, и они не могут И я думаю, это мае некие параллели так само с Украиной И тому, саправды, траматься свайго, размавлять на свою мове, гэта геройскивычин И я удячны украинцам за тое, что, ну, вы таки приклад падаете И нехай гэта, можа, не так худке, как нам хотелось, и проскроу отбывается, а не неким мирным шляхам Ну, можлива, так само маець рацию ты, кто каже, что за все треба платить Все мае свой кошт Кале люди не хотели, ну, своим розумом прийти То Бог поставит их в такие умовы Кале они уже, ну, саправды, примают решение Не, я буду размавлять, как Путин не пришел баранить и меня А маль, что до этого дня Лукашенко в Беларуси, вот, он 22 годы керует И еще сбирается, напоятно, 22 керовать Весь гэтый час он отбудовал вельми активно структуры российского свету В Беларуси В той час, коли патриотов, ну, были такие выпадки, коли просто за беларускую мову, там, за белочароны, белый прапор Брали на улице без никаких митингов, без никаких выступов и цягнули в автозаки И Лукашенко 20 годов отбудовал эту ментальность, эту святопогляду мацову Что беларуске, угою, есть такие цитаты Это те же русские, только со знаком качества Беларуским языком нельзя сказать ничего великого Тот, кто говорит беларуским языком, больше ничего не может делать, как говорить беларуским языком И это десятки таких цитатов, принижливых, зняважливых За 22 годы президент Беларуси, можливо, там разов некольки выступал по беларуску только Ну, коли вот некоторые кажут, что украинская держава, украинская нация на стадии формования То, ну, про Беларусь вогля, тады не ведаю, что сказать Некий, ну, каменный век, напевно, мы переживаем Можливо, нечто будет меняться И я думаю, что то, что в Украине отбывается, это лесовызначальные падеи для всего европейского континента Беларуси не можа быть паза гэтым процессом Потому что Донбасс, Крым, все гэта жахлива Но самое жахливое, вось, гэта вот внутренняя речь Пай закрой, хабар даишникам, хабар в кабинетах любых державных Вось, минавито, гэта разваливая державу, а не война Война, напевно, украинскую державу в некой ступени и сцементовала